Программа капремонта набирает обороты. Еще больше отремонтированных домов стало в Нижегородской области. Эти дома в селе Семино Кавернинского района так и называют – учительскими. Их жители – педагоги деревенской школы. Капремонтную арифметику знают на отлично. И с удовольствием делятся несложными выкладками. Самим на ремонт крыши им пришлось бы копить еще 20 лет. Когда мы пришли, там не то, что там капало с крыш, а лилось ручьем, и везде стояли чаны, тазы, и вот в подъездах, в квартирах. Это было… Я первый раз такое увидел. Меняли кровли, потом был у нас электромонтаж в этих домах. И предстоит вот сейчас наладится погода, тепло восстановится, вымелить все фасады. Очень красивая крыша. И там внутри на чердаке тоже все хорошо. Получается даже с эстетической точки зрения. Да, да, да. И вся деревня ходит, нам завидует, и всем очень нравится. А самое главное, что мальчики молодцы. Мы на свою пенсию, мы никогда бы ничего не сделали. Где-то там около 300 рублей, это не так уж и много. Сделали очень хорошо, добротно нам крышу. Сменили, значит, покрытие с шиферной на металлическую. Сделали очень удачно утепление, несколько слоев, потому что на крыше были наши мужчины, смотрели, контролировали, когда ребята делали. Платить, конечно, надо. Потому что за бесплатно сейчас ничто не получишь, ничто не сделается. В домах учителей в Семино закап ремонт платят исправно. Собираемость здесь почти 100%. В местной администрации отмечают, чем выше платежная дисциплина, тем ближе капитальный ремонт. И тем больше домов попадут в программу. Собираемость взносов по капитальному ремонту напрямую, вот этот момент, зависит и сколько домов у нас в районе будет отремонтировано. Поэтому обращаюсь к жителям, чтобы они, скажем так, более внимательно и ответственно относились к платежам. Потому что в конечном счете эти деньги идут на ремонт тех же домов, в которых они живут. Пока в деревне Семино любуются новыми крышами и готовятся к ремонту фасадов, в профильном министерстве подчеркнули, что до конца года теплых, безопасных и красивых домов станет на тысячу больше. Более тысячи домов в настоящий момент находятся у фонда в работе. Подрядные организации определены, контракты подписаны. По заверению руководства фонда капитального ремонта, все запланированные на 17-й год работы будут завершены в установленные сроки. Жители Ковернинского района не устают благодарить фонд капитального ремонта и подрядную организацию за обновление дома. И совершенно точно эти дома не последние в программе капремонта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!